Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как не надо учить лошадь останавливаться. Ну и как надо. Так, Бел, давай, поехали. Очень часто встречаю ситуацию, когда, допустим, всадник едет голопом и пытается остановить лошадь, а лошадь никак не останавливается. И вот вы уже все натянули, как могли, да, а лошадь все скачет и скачет. Вы уже и кричите, и остановись, и стоять, и тррр, а она все никак. И тогда вам будет замечательная мысль сказать, на, и опа, лошадь остановилась. Ура! Мы нашли отличный способ останавливать лошадь. На самом деле, друзья, вовсе нет. Если, ну, один раз еще в экстремальной какой-то ситуации такое можно проделать, но если вы это будете делать постоянно, то ваша остановка все будет, все хуже и хуже будет получаться. Потому что для лошади вот это вот слово на, это похвала, которую она связывает именно с поощрением, с угощением. И со временем лошадь начнет задумываться, а за что меня похвалили? Ага, за то, что я бежала, за то, что я вот на эти вот команды к остановке как минимум не останавливалась. Лошадь начнет, наоборот, на вашу команду даже ускоряться, потому что она будет считать, что она делает все правильно, ведь ее за это хвалят. И задумайтесь, если у вас лошадь научилась останавливаться на слово на, вот на такое, то она точно так же может научиться останавливаться на любую другую команду. Поэтому учите команде к остановке. Просто останавливаться, вкапываться на поощрение, потому что это будет совершенно неправильно. В крайнем случае, если у вас лошадь уже научилась останавливаться на слово на, используйте это слово как команду к остановке, но не используйте его для похвалы лошади в этом случае. Скажите «на», лошадь остановится, скажите ей «ай, браво» и похвалите. И в любых других командах, во всех остальных, чему вы учите лошадь, уже используйте «ай, браво», а не «на». А «на» оставьте для остановки. Либо сразу научите ее останавливаться по команде «стой». Стой. Как-то так. Стой.